Нужны бесплатные орлы? Да без проблем! В описании под видео переходи по ссылке, устанавливай приложение, откидывайся на диване и выполняя простейшее задание, забирай голду. Не забудь правильно указать свой аккаунт. Можешь еще мой код ввести для бонусов, ну или же сгенерить свой для друзей. В общем, дерзай! Приветствую, друзья, с вами Зидыч или просто Димон, кому как удобно, но главное не в этом, а в том, что произошли крайне любопытные изменения, связанные, во-первых, с главной механикой улиток в этом патче, терраформинге, ее решили ускорить и, конечно же, небольшой нерв зениток. В каком плане нерв зениток я расскажу чуть позже, давайте начнем с главной новости. Итак, главной фишкой обновления дрожь земли стало изменение ландшафта. Эту механику смогли люди попробовать еще до выхода на релиз, то есть на деф-сервере были опасения, касаемо дисбаланса и так далее, этого не произошло. По факту получилось, что вот люди отписывали свое мнение, эта механика практически неприменима, никто особо не копает свои окопы, потому что в большинстве режимов это попросту не нужно, тот же режим захват или же превосходство, там очень важно время, которое вы затрачиваете на занятия тех или иных позиций, а тут еще копать приходится, в общем, абсолютно бесполезная механика. Более-менее она приходится по вкусу некоторым любителям стоялого только в режиме сражения, да и то об этом можно поспорить. Куда более применительные ямы, которые образуются от бомб, потому что на это не нужно тратить ваше время. И тут улитка, которой потребовалось не просто услышать мнение большинства игроков, а посидеть и основательно собрать серверную статистику, ну классическая схема, приняли решение, надо бы ускорить работу механики по терроформированию. В итоге, буквально сегодня в официальной группе появился пост о том, что улитка одну из механик своих починила, а точнее ускорила. Оборудование теперь переводится в рабочий режим не за 5 секунд, а за 3 глубина. Снимаемого грунта теперь не 20, а 25 сантиметров за один проход, и конечно же выросла максимальная скорость заднего хода с опущенным отвалом с 7 до 12 километров. Ну при условии конечно же, что ваша машина на подобное способна. Спросите, приличный ли это баф? Очень приличный, в среднем его можно оценить где-то на 40-45 процентов при бафке. И самым главным аргументом является не увеличенная толщина снимаемого грунта, а именно скорость заднего хода, при которой у вас появляются крайне серьезные преимущества на определенной технике по сравнению с теми же советскими танками. Это очень важный момент, я его сразу подчеркиваю. Дело в том, что данные изменения больше всего будут эффективны для западной техники, потому что те же 72-ки, например, как были ограничены в 4 километра в час, так и остались. Для них значимое изменение лишь увеличенная толщина снимаемого грунта на 5 сантиметров. Но разница с западной техникой, которая и до изменений выкапывала все эти окопы чуть быстрее, теперь еще больше увеличится, потому что с 7 до 12 километров в час, ну я думаю, вам не нужно объяснять, что это такое. Осталось лишь выяснить, какой танк из западной техники станет самым лучшим рудокопом в War Thunder. Если раньше в шутку говорили, что появится какой-нибудь паренек, который с радостью для всей команды выкапает окопы, то сейчас это возможно превратится в действительность. Учитывая, что в рандоме у нас соляночка и какой-нибудь там танкист на лепике или чем-нибудь другом, IP-90 будет выкапывать для всех те самые окопы. В том числе, кстати, для советских ОБТ. Что касаемо советских ОБТ и ужасного заднего хода, это, конечно же, серьезный вопрос баланса, но как его изменят, непонятно, ведь на самом деле это реальная существующая проблема советских танков, и если разработчикам придется ее переделать, это значит плюнуть на реализм еще разочек. Но во всем этом важно еще кое-что. Ваше мнение, что думаете, улучшит ли это активность по использованию данной механики по сравнению с тем, что происходит сейчас? Будет ли человек, классически сидящий за камнем, чаще пользоваться окапыванием? Мне кажется, разработчики после ввода данной механики, поглядывая на не очень высокую активность ее использования, хотят все-таки протолкнуть ее в массы, ведь силы и время на нее затрачены. Тем более, что сам Вячеслав Буланников говорил, что они продолжат над ней работать. Кто-то бы, наверное, написал, что лучше бы другими механиками занялись, но нет, разработчикам, видать, это очень важно, чтобы терраформинг работал и существовал дальше. Но, кстати, я не против, если это не занимает слишком много времени, я имею ввиду последующий апгрейд, почему бы и нет? Как показала недавняя ситуация, я, конечно же, изначально был немножко скептичен, но подобные механики дают толику ощущение того, что наша игра все-таки более приближена к реализму. Это и отличает нас от иных проектов. Но также интересной, считаю, новость про нерв зениток, точнее не зениток, а снарядов с радиоузрывателем. Особенность работы механики была в том, что снаряд с радиоузрывателем высчитывал расстояние до цели от центра самолета, а не от коллижен модели, не от края контура. И дабы это компенсировать, разработчики накинули в среднем нереалистичную и неисторичную дальность детонации примерно в 15 метров. Поэтому, например, сидя на М-247, стреляя примерно в направлении самолета подобным снарядом, он мог сдетонировать с 15 метров от центра самолета и повредить тот или иной модуль. Теперь же, когда разработчики переработали более детально данную механику, срабатывать снаряд с радиоузрывателем будет от любой части корпуса, а не считать расстояние от центра самолета независимо от его модели. Плюс еще к тому же, в целом, дальность срабатывания радиоузрывателей серьезно понерфили, то есть будет не 15 метров, а 4, 6 и в некоторых случаях 8. То есть килозависимость значительно повысится, сбить с зенитки самолет будет куда сложнее. И вот мне любопытно, понравится ли подобный реализм зенитчикам, которые на этих зенитках в основном и формят, или им больше нравилась именно игровая настройка с рядом условностей, которая была до этого? Это еще один повод высказать свое мнение в комментариях под видео. Ну и напоследок хочу добавить то, что сейчас еще не вся техника перешла на новые настройки с бульдозерным отвалом, то есть некоторые машины по старинке работают максимум 7 км в час. Но это в ближайшие дни исправят, а возможно уже сегодня. Это то, что я успел выяснить. На этом я буду прощаться, надеюсь было интересно, полезно. Всем пока, отличного настроения и если не жалко, поддержите ролик пальцы вверх. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!